В Екатеринбургской епархии запущен новый проект «Катехизаторские курсы для сестер Милосердия и добровольцев православной службы Милосердия». Отделы социального служения, отделы религиозного образования и катехизации объединили усилия в деле духовного просвещения. Раз в неделю в библиотеке храма целителя Пантелимона собираются сестры Милосердия. Здесь проходят катехизаторские курсы, ведь сестра Милосердия должна уметь оказывать не только бытовую и медицинскую помощь, но и приводить людей к вере. Милосердие может проявляться на разных уровнях. Накормить, помыть, сделать перевязку – это очень нужные добрые дела, но самые простые, которые могут осилить и неправославные социальные службы. Пообщаться по душам, поддержать человека психологически, потерпеть его душевные немощи уже сложнее. Здесь требуется собственный душевный мир, который без церковной помощи сложно сохранять. Но есть и ещё более высокий уровень проявления милосердия. Это забота о духовном выздоровлении подопечного, о спасении его души. За родителей укрепить в душе человека веру, помочь ему задуматься о смысле жизни и обратиться всем сердцем к Богу – это самое важное в работе православной сестры Милосердия. Чтобы сёстры могли оказывать квалифицированную духовную помощь, готовить подопечных в больницах и на дому к крещению и исповеди причастию, просто отвечать на вопросы, связанные с верой, отдел социального служения и отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии организовали трёхмесячные катехизаторские курсы. Первый набор составили сёстры патронажной службы и добровольцы, готовящиеся им помогать. В 2012 году в православной службе Милосердия прибыло целых 18 новых сестёр. Сейчас их общее количество составляет 40 человек. И эти курсы послужат несколько целей у этих курсов. Сёстры разных возрастов, они в разное время пришли в храм, у них разный уровень воцерковления. Поэтому одна из задач – это именно повысить общий уровень знания сестёр. А вторая цель – это среди сестёр, которые сейчас будут проходить образование. После трёх месяцев мы проведём у них такую небольшую квалификацию, чему они научились, что они могут передать подопечным и посмотреть, есть ли среди них потенциальные катехизаторы. Это те люди, которые смогут уже в патронажной службе, на дому, в больницах, в детских учреждениях проводить небольшие занятия. Люди задают различные вопросы, и у них какие-то свои возникают потребности, которые бывают и неожиданными. И видно, что надо сестре быть разносторонней, грамотной. Почувствовать, что человеку сказать, чтобы он повернулся к Господу сердцем своим. Нам важно, человекам, приготовить к жизни вечной, к жизни вместе с Богом. И сёстрам, конечно, очень важно и знание, и подача этих знаний, как человеку рассказать, как к нему подойти, как вообще ситуацию правильно оценить, с чего начать, чтобы не было какого-то алгоритма, а было живое такое общение. Занятия проводят сотрудники отдела религиозного образования и катехизации и опытные катехизаторы, которые выстраивают беседы с учётом социального служения слушателей. Для сестёр милосердия очень важным является понимание процесса катехизации, понимание того, что путь человека ко Христу – это путь постепенный. В нём есть определённые подводные камни, есть определённые методы, подходы. И, естественно, есть подходы у тех людей, которые тяжело страдают и болеют. И вот об этих вещах мы стараемся как-то на наших курсах, на нашем обучении как-то это подчеркнуть. Следующими на катехизаторские курсы отправятся сёстры и добровольцы направления «Помощь детям». Планируется, что курсы будут проводиться регулярно, ведь в православную службу милосердия постоянно приходят новые люди, готовые послужить ближним. Субтитры создавал DimaTorzok